Так, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Я сейчас буду делать одну изумительную маску, одну из своих любимых масочек. Кстати, я вот эти три дня делала кислотные маски, но, к сожалению, у меня не было времени, чтобы включить камеру и рассказать вам об этом. Сейчас у меня будет недельная маска, недельная, я имею ввиду курс, я все делаю курсами, девочки. Я буду делать курс маски, основанной на ламинарии. Вы знаете, что в косметологии существует целое направление, которое основывается на устранении косметических проблем, и не только косметических, и лечении. Именно на основе водорослей или с помощью водорослей. И вот это направление, это и есть такое вот интересное название. Альготерапия. Это мое хобби, космецевтика. И, естественно, все, что связано с природными богатствами, с теми богатствами, которые идут прямо от Бога. Это мое. И, конечно же, я это все мощно использую в своей жизни. Я уже убедилась в том, что можно замечательно десятилетиями, двадцатилетиями жить без таблеток, без каких-то уколов и прочих-прочих-прочих вещей, ненужных, совершенно ненужных нашему организму. Без всяких опухолей, без вот этого всего. Конечно, кто так не жил, тот может скептически к этому отнестись. Но когда вы начинаете так жить, пусть не сразу, пусть постепенно. Конечно, лучше сразу. Вот лучше сразу брать там какую-то приправку и смотреть, что вы кладете. Сделали вы это сами, либо вы это купили. В общем, смотрите, у меня есть перемолотая ламинария. Как ее делать? Для чего она нужна? Внизу будут две ссылочки в описании под видео. Нажмите на них, и вы все узнаете про ламинарию. И как я ее использую? И как я делаю вот так вот ее? Вот я беру одну чайную ложку такой ламинарии, сухой, сухой. Заливаю водичкой. Вот так. Видите? Буквально на час, пусть будет полтора, теплой водичкой, но не более 30 градусов. Потому что если будет больше 30 градусов, то вы уничтожите йод, вы уничтожите еще некоторые микроэлементы. Пусть и не все, не все, конечно, не все, но что-то вы уничтожите. Итак, вот я эту ламинарию вымочила полтора часа. Маску я эту буду делать 7 дней, потому что первый день – это питательная маска, разглаживающая морщины, и мощно подтягивает овал лица. Сейчас я вам что-то покажу. Вы, девчоночки, наверное, много раз видели вот такие масочки зеленого цвета. Так вот, они в основном на основе ламинарии. А не знаю, видели ли вы или нет вот такое обертывание. Обертывание – это тоже один из моментов. Такое подтягивание кожи, мощная регенерация, омоложение – это изумительная процедура. О ней я тоже говорила. Посмотрите внизу, как все это можно делать дома. Просто не обязательно иметь вот такие широкие водоросли ламинарий. Можно морскую капусту купить в сухом виде и делать. Ну, в общем, внизу по ссылочкам сойдете и узнаете. И вот эта вот вещь, вот такое применение – это борьба и с целлюлитом. Как я уже сказала, подтягивание кожи. Вот оно вообще настолько полезно, потому что насыщает, мощно насыщает клетки кожи микроэлементами и витаминами. А их там огромное количество в ламинарии. Я добавляю в крема и в маски. Вот сейчас маску как раз мы эту делаем. И делаю из них приправки. Я беру разные водоросли. Но чаще всего зеленые. Кстати, бурые тоже иногда использую. Вот это для меня на сегодняшний день очень популярная вещь. Но, дорогие мои, у меня есть правило. Все, что я готовлю, я использую в пищу. Там внизу будет ссылочка. Вы увидите, какие салаты я кушаю. Как я добавляю везде и всюду ламинарию. Но это бесценный продукт на самом деле. Так, немножечко бульончика из ламинарии тоже сюда идет. Теперь я что должна сделать? Я должна блендером измельчить эту смесь. Сейчас я это сделаю, чтобы вам не мешать. Не обязательно делать прям вот кашицу. Но так, чтобы, знаете, мелко-мелко порубить надо. Вот. После этого, дорогие мои, мы возьмем... Сейчас я вам покажу, что мы возьмем. А мы возьмем одну ложку, чайную ложку хлопьев овсянки. Овсяные хлопья. Также я буду... Я измельчу сейчас. Но, чтобы вам не мешать, я поставлю на стоп. Я измельчу в кофемолке. Превращу в муку, потому что мне понадобится мука. Так, готово. Вот так вот, меленько-меленько. И нам понадобится всего лишь одна чайная ложка. Вот так. Кладу. И все это промокаю. Если вам может показаться, что не очень густо, вам надо погуще, можете добавить... Вот я сейчас вижу, что я жидкости много добавила. Поэтому я добавлю себе еще половинку чайной ложки. И подожду, пока мука пропитается и немножечко набухнет. Вот так вот ламинария насытит овсянку, овсяную муку, я имею ввиду. Насытит всеми микроэлементами и витаминами. Это тоже будет великолепно. Дальше. Для того, чтобы еще параллельно открывались поры хорошо, они будут отлично открываться. И в этот момент, когда пора открывается, в этот момент вот идет поступление через эту пору в кожу вот этого уникального средства питания. Поэтому я говорю, что это питательная маска. Но и в то же самое время она очень хорошо подтягивает овал лица. Поэтому эта маска скорее подойдет леди от 30 и выше. Ну а подпитать молоденьким девочкам кожу всегда было бы неплохо ламинарий, потому что столько микроэлементов, сколько здесь, нету нигде. Я сейчас пока размешаю хорошенько-хорошенько. И не забывайте, что ламинарию нужно непременно употреблять в пищу. Да, кому подойдет ламинарий, у кого сухость, раздражение и шелушение частое, вам подойдет. Еще, у кого расширенные поры, как недостаток кремния, молебдена, а вот тут как раз и кремний, и молебден есть. Поэтому вам подойдет. Здесь есть витамины Е и омега-3. Поэтому как раз для тех, у кого расширенные поры, чтобы немножечко их сузить. Дальше, у кого ранние морщины, очень помогают от морщин ламинария. Опять-таки, благодаря тому, что большое количество кремния, молебдена, калия и других микроэлементов. И витамина Е очень много с омега-3. Поэтому очень хорошо борется с морщинами. Морщины. Многие есть отзывы о ламинарии для омоложения лица. Пишут, что эти маски, они позволяют значительно сгладить гусиные лапки в наружных уголках. И где мешки. То есть под глазами тоже накладываем. Но помните, что отечность под нижним веком не только косметическая проблема, но и следствие почечной недостаточности. Всегда мама говорила, Катя, смотри, под нижним веком это почки. Над, сверху, значит, это сердце. Поэтому, девочки, обратите внимание, если под нижним веком отечность, это не только может быть косметическая проблема, это может быть даже больной зуб, но и следствие почечной недостаточности. Поэтому разумно обратиться к нефрологу, нормальному нефрологу. Ну и дальше выравниваем цвет кожи. Этим свойством обладает и йод, который вот здесь очень хорошо, и мы его не трогаем, потому что мы не добавляли кипяток. Поэтому у нас он не разрушен, он у нас в таком состоянии, в котором нужно. Дальше что я делаю? У полностью растворился мед, и за это время я специально вам показываю, нужно минуты 2-3 подождать. Масло зародышей пшеницы. Это уникальное масло, которое я использую. У меня одна уже закончилась такая бутылочка. Я использую не только, пол чайной ложки буквально. Вот, все. Я использую нет. Это у меня, девочки, сразу кто-то скажет, в холодильник можно? Можно. Я вот это делаю на 2 дня. То есть сегодня половинку и половинку завтра. Послезавтра я опять на 2 дня сделаю. И потом еще на 3. У меня будет неделя. Недельная такая масочка. Вот. Пол чайной ложки буквально масла зародышей пшеницы. Опять говорю, если для вас это жидко, вы можете себе взять и, я не знаю, положить еще овсяной муки. Но мне нет, потому что я промокаю. У меня специально есть масочка такая, сделанная из ХБ. Материала типа марлечки. И я промакиваю масочки, накладываю, ложусь и лежу минут 15-20. Итак, мы положили 1 чайную ложку ламинария, которую мы вымочили заранее 1,5-2 часа в воде. Дальше мы положили 1 чайную ложку, а можно 1,5 и даже 2, овсяной муки. И дали ей пропитаться. Дальше мы добавили 1 чайную ложку или половинку, как вам захочется. Если хотите, чтобы поры сильно открылись, 1 чайную ложку меда. Если хотите, чтобы просто так слегка, как я делаю, то половинку чайной ложки меда. И нам понадобится масло зародышей пшеницы. Вот, в общем-то, и все, что нужно для нашей маски. Это уникальная маска готова. Теперь вы можете промочить свою масочку ХБ и наложить на лицо. Либо просто макать, накладывать и по мере высыхания опять брать ватный диск, промакивать и накладывать на лицо. И так по мере высыхания. Еще хочу сказать, у кого угревая сыпь, очень хорошо эта масочка. Даже у кого застарелые рубцы разглаживаются за счет насыщения кожи селеном. Опять-таки, вот этот вот селен и другими микроэлементами, витаминами. Так что я вам советую. Конечно же, у кого проблемы на мед, у кого там аллергия, у кого еще какие-то, вы сами знаете. Вы про каждый ингредиент прекрасно знаете. Или, если не знаете, нанесите себе на ночь вот сюда. И утром проснитесь, посмотрите. Но я думаю, что за 15-20 минут ничего не будет. Я, конечно, подольше подержу эту масочку. Мне нужно хорошо пропитываться. И смотрите, первый раз мы пропитываем лицо 20 минут, да, 20-30 минут. Я не знаю, сколько вы будете. Ну, я 20 минут, да, может быть, 30. Потом второй день, второй день мы пропитываем. Маска лучше, еще лучше действует. Хотя вы уже почувствуете после первого же раза. А вот третий день, третий день, уже начинается лечение, вытягивает всякую грязь. И даже может быть, у кого-то, ну вот она вытягивает, понимаете, всякую гадость. Какие-то покраснения могут начаться на третий день, на четвертый день. На пятый успокаивающе действует. Шестой, седьмой чисто вот для сияния. Уже как отшлифовывает вашу кожу. Поэтому я говорю, делать надо курсами. До этой масочки, вчера, позавчера и поза-поза, вчера, три дня, я делала кислотную маску. К сожалению, я не показала. Но впереди еще целая жизнь. И, конечно же, когда я буду делать эту кислотную масочку свою, я вам покажу. Это той, типа, как я делала с томатами, с помидорами. Шикарная маска с мякотью помидора, которую мне очень хорошие отзывы и огромное количество. Девочки, большое спасибо вам за отзывы, потому что люди, которые новые зашли на канал, они думают, да, это так. Они же не знают меня много лет. Они не понимают, что я этим занимаюсь много лет. Что это одно из моих вот таких вот исследований, причем уже давних. Ну и потом они могут посмотреть на лицо, на результаты. Результат на лицо, скажем так. Так, еще я хочу вам сказать, также ламинарию я делаю на основе морской, значит, вот берем капусту, да, и голубой, или морской глины, или озерной глины, йодовой, с йодового озера глина, либо белой косметической глины. И там нужна нам водичка кипяченая. Там где-то сушеная вот такая морская ламинария. Я беру где-то одну чайную ложечку, точно так же я ее раз это замачиваю, сухую ламинарию в теплой водичке, слегка теплой. Оставляю на два часа, да, чтобы набухло. Потом извлекаю ее шумовкой, чтобы лишняя вода стекла. И складываю, не отжимая, в сухую посуду. Добавляю к ламинарии подготовленную жидкость и глину. А жидкости мне нужно одну чайную ложку кипяченой водички, но только не хлорной, не из крана. Хлорная вода нам вообще не подходит. Ею только стираем. И наносим на лицо в положении лежа. Оставляем на 15 минут. Вот это вот смешать только не забудьте. хорошенечко смешать. Вот, глину, жидкость и ламинарию разбухшую. И вот потом смываем эту масочку теплой водичкой для применения, там, я не знаю, какие у вас там моющие средства. У меня моющее средство натуральное. Смотрите, как я делаю специальное маслечко для умывания. Поэтому я химией стараюсь не пользоваться для лица, чтобы не было преждевременного старения. Ну, вот такая маска. Еще делаю... Ну, об этом уже в другой раз, наверное. Делаю желатиновую маску тоже с ламинарией. Но это, наверное, в другой раз я вам расскажу. Когда буду делать, обязательно включу и расскажу. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Будьте здоровы. Занимайтесь, узнавайте. Надеюсь, что альготерапия вам нравится. И теперь вы знаете, что такое альготерапия. Это терапия с ламинариями. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Будьте здоровы, будьте красивы. Пользуйтесь всем, что Господь создал для нас. И в изобилии. Продолжение следует...